Всех приветствую на моем канале. В сети появилась информация о том, что концерн Renault-Nissan может возродить в России легендарный москвич. Renault уже достаточно давно рассказывает о своих планах начать в недалекой перспективе производства в России нового автомобиля сегмента C. При этом данное имя не должно вернуться к нам как отдельная марка. Оно должно стать названием новой модели Renault, разработанной специально для нашей страны. Данный автомобиль будет продаваться под именем Renault-Mosquich и базироваться на бюджетной платформе CMF-B-LS, на той же на которой будет построено новое поколение Lata Grante. В отличие от последней, новый Renault-Mosquich станет более крупной, дорогой, комфортабельной и премиальной моделью. По своим габаритам новинка будет соперничать со Шкодой Октавией, которая является лидером сегмента C в нашей стране. Так же как и последняя модель от Москвича, имеющая индекс 2141, а после последнего рестайлинга Светогор, новый Renault-Mosquich будет представлять собой достаточно крупный хэтчбэк с большим задним свесом. Благодаря этому по практичности, а также по вместимости багажного отделения, машина сможет посоперничать со Шкодой Октавией. Объем багажного отделения должен составлять 530 литров. При всем при этом, по цене новый Mosquich должен находиться посередине между автомобилями B и C классов. А с точки зрения дизайна, новый Renault-Mosquich много позаимствует у своего знаменитого предшественника. В первую очередь, конечно, бросается в глаза узнаваемый силуэт кузова, который, в свою очередь, для москвича позаимствовали у автомобиля марки Simco. С целью унификации и снижения стоимости производства, вся светотехника нового Renault-Mosquich будет позаимствована у европейской модели Renault-Talisman. От последней новый Mosquich получит узкие передние светодиодные фары и задние фонари. В целом же, дизайн кузова нового Renault-Mosquich сохранит стопроцентную узнаваемость. Несмотря на то, что все кузовные элементы будут полностью новыми, стилистически новая модель очень хорошо воспроизводит 2141 и Светогор. Самое принципиальное отличие – это, конечно, решетка радиатора в фирменном корпоративном стиле марки Renault. Но это и объяснимо, ведь именно под этим брендом должна продаваться новая модель. На автомобиле, представленном на изображениях, мы видим все еще классическую эмблему Renault. Однако в начале этого года компания представила обновленную версию своей эмблемы, разработанную автомобильным дизайнером Жилем Видалем. Именно такую эмблему должна получить серийная версия нового москвича. Дизайн новой версии эмблемы стал более сложным и замысловатым. Теперь она стала еще больше похожа на свой легендарный и многими желанный парообраз. За счет лучшей детализации и прорисовки элементов, отныне на них стали легко различимы как внешние, так и внутренние губы. Новый москвич будет комплектоваться колесами с дисками диаметром от 16 до 17 дюймов. Позже возможно появление и кросс-версии нового москвича. Он будет отличаться увеличенным на 3 см дорожным просветом, а также защитным обвесом из некрашенного черного пластика. Салон для нового москвича будет позаимствован у европейской модели Renault Clio. Последний относится к более компактному и бюджетному B-сегменту. Установка данного интерьера на более крупный хэтчбэк C-класса обусловлена экономией. Ведь, как мы все знаем, одной из приоритетных задач при разработке нового автомобиля является удержание цены на разумном уровне. У него весьма интересный дизайн и хорошие материалы отделки салона. Из мягкого пластика будут выполнены не только верх передней торпеды, но и дверные карты. В базовых исполнениях новый Renault Москвич должен сохранить частичный аналоговый приборный щиток, а цифровым у него будет лишь спидометр. Диагональ его экрана составит 7 дюймов. За доплату же будет предлагаться полностью цифровой приборный щиток диагональю 10 дюймов. Водитель сможет настраивать его по своему усмотрению, вводя информацию в удобном для себя виде. Среди прочего, на подобный приборный щиток можно будет вывести показания навигационной системы. По центру расположился вертикальный тачскрин мультимедийной системы. В базе его диагональ будет составлять всего 7 дюймов, а за доплату 9,3 дюйма. Мультимедийная система будет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto, голосовое управление, а также обновление программного обеспечения через интернет. У нее будет встроенная поддержка сервисов Яндекс.Авто, таких как Яндекс.Музыка и Яндекс.Навигатор. Уже в базе Новомосквич получит электромеханический стояночный тормоз. Машины будут оснащаться подогревом лобового стекла, руля и всех сидений. В базе будет кондиционер, а за доплату двухзонный климат-контроль. Среди других дорогих опций стоит отметить амбиентную подсветку салона, комбинированную отделку салона, панорамную крышу и премиальную аудиосистему. Сами сидения в дорогих комплектациях будут иметь электроэрегулировки. Уже в базе Новый Рено Москвич будет оснащаться системами ABS, ESP и четырьмя подушками безопасности, передними и боковыми. За доплату же будут предлагаться оконные шторки. По технической же части Новый Рено Москвич будет максимально близок к новому третьему поколению Рено Логан и Сандера, а также к новой Ладе Гранти и Ниве, построенным на их базе. В основу новинки ляжет модульная платформа CMF B-Drop LS. Последняя подразумевает массовое использование высокопрочных сталей, высокую жесткость кузова и хорошую пассивную безопасность. В качестве подвесок Новый Москвич получит передние стоки Макферсон и заднюю полузависимую балку. По всех исполнениях модель будет оснащаться задними дисковыми тормозами. Для Нового Москвича будет предлагаться три варианта двигателя. Базовым станет хорошо известный Ниссановский 1.6 на 114 лошадиных сил. Сочетаться такой мотор будет либо с 5-ступенчатой механикой Рено, либо с вариатором Jatka JF015E. Вторым в гамме двигателей будет 1,5-литровый дизель Рено, мощностью 109 лошадиных сил. Данный двигатель будет агрегатироваться исключительно с 6-ступенчатой механикой Рено. Оснащенные такой связкой машин должны пользоваться хорошим успехом в такси. Ну а топовым станет турбомотор объемом 1,33 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Данный мотор знаком нам по Рено Каптюр и Рено Аркана. Этот двигатель будет сочетаться исключительно с вариатором Jatka JF016E. Что же касается динамики нового Москвича, то машина, оснащенная мотором 1.6 и механикой, будет разгоняться до сотни приблизительно за 11 секунд. А она же с вариатором за 13,5. У дизельной модификации с механикой такой разгон займет все те же 11-11,5 секунд. Топовая модификация, оснащенная турбомотором и вариатором, потратит на этот спринт приблизительно 9,5 секунд. Сборка нового Москвича должна производиться на главном конвейере АвтоВАЗа, вместе со всеми новыми моделями, которые будут основаны на архитектуре CMF B-Drop LS. При этом его производство должно начаться несколько позже, чем соплатформенные Рено Логан и Сандеро, Лада Гранта и Нива следующего поколения. Ориентироваться стоит на конец 2024-го, начало 2025-го года. О ценах пока говорить рано, в силу постоянной инфляции. Однако, по предварительной информации, новый Москвич должен быть достаточно доступным автомобилем, естественно, в рамках своего класса. Ориентировочная базовая цена называется на уровне 1 250 000 рублей, что уже сейчас заметно дешевле, чем стоимость соразмерных Kia Cerato и Skoda Octavia. В 2025 году данный ценник должен выглядеть еще более привлекательно. Топовые же хорошо оснащенные модификации с турбомотором и вариатором обойдутся приблизительно в 1 700 000-1 800 000 рублей. С уверенностью можно сказать, что новый Рено Москвич сможет составить очень серьезную конкуренцию как для Skoda Octavia, так и даже для более крупных Toyota Camry и Kia K5. По крайней мере в корпоративных парках, ведь по объему салона он будет не сильно уступать последним. В то же время, отличаясь более гуманным ценником и возможностью приобрести автомобиль с экономичным и надежным дизельным двигателем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам видятся перспективы нового Рено Москвич. Сможет ли он подвинуть Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia K5? Рассматриваете ли вы для себя покупку нового Москвича? А если нет, то кого из конкурентов вы предпочтете? У меня же на данный момент это вся информация о новинке. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. У меня же на этом все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok